Здравствуйте! Обзор двухпозиционного термостата для поддержания температуры 20 градусов Цельсия с возможностью нагрева и охлаждения объекта регулирования. Данный термостат предназначен для совместной работы с полостными радиационными термоприемниками. Температура 20 градусов Цельсия не регулируется, является уставкой. Перед вами принципиальная схема устройства. Все элементы устройства размещены либо на корпусе термостата, либо на двух печатных платах. На корпусе термостата размещается термореле, настроенный на 80 градусов Цельсия, нормально закрытые контакты. Это защита от перегрева. Термоприобразователь TMP35 Analog Devices является термодатчиком. Термоприобразователь отградуирован так, что при 20 градусах Цельсия на выходе TMP35 мы имеем 200 мВ. 10 мВ на градус Цельсия градуировка TMP35G. Все остальные элементы термостата размещены на печатной плате размером 46 на 76 мм. Это полный мост, стабилизатор тока, драйвер управления и компаратор. Компаратор Maxim Integrated, теперь Analog Devices Max 9646 со встроенным источником опорного напряжения величиной 200 мВ в неинвертирующем включении. На неинвертирующий вход подается сигнал от TMP35. Нам надо инвертировать сигнал. И также для управления нижними ключами моста нам необходим драйвер. В данном случае это ER4426. Полный мост реализован на двух сдвоенных транзисторах PN проводимости. N нижний ключ, P верхний ключ. Для управления транзистором с P-проводимостью верхнего ключа нам необходимо сдвинуть уровень. Level Shifting реализуется на биполярных транзисторах WT1 и WT5. Параллельно мы получаем возможность индуцировать состояние термостата, что происходит, нагрев или охлаждение объекта регулирования. Полный мост и термоэлектрический кулер являются нагрузкой стабилизатора тока. Схема рассчитана таким образом, что при 9 В питания на термоэлектрическом преобразователе 5 В. Стабилизатор тока реализован на усилителе операционном DD5. Обратная связь с датчиком тока R3 и R4. В разрыв выхода и гейта регулирующего транзистора включен термопредохранитель, нормально закрытый. Как я уже говорил, размыкается он при 80 градусах Цельсия. Вспомогательные элементы схемы, не относящиеся непосредственно к термостату. Это схема управления затвором. По методике измерения полостным приемником необходимо перекрывать оптический канал. Управление с микроконтроллера. Выход на реле затвора. Затвор взят китайский от инфракрасной камеры. Резистор R9 объединяет аналоговую цифровую землю. Ну а также понижающий линейный преобразователь на микрочип МИГ-5205 из 9 В до 5 В и защита по входу от переплюсовки. Печатная плата. Двухсторонний стеклотекстолит. Основное устройство. На что надо обратить внимание. Раздельная аналоговая земля. Полигон аналоговой земли. Сторона топ. Полигон цифровой и силовой земли. Сторона топ. Большой полигон для отвода тепла. Срегулирующий транзистор стабилизатора тока. Кельвиновское подключение токоизмерительных резисторов. И в этой же точке нижний конец. То есть земля операционного усилителя. Питание операционного усилителя. 3D симуляция. Компаратор. Инвертор. Сдвоенный драйвер нижнего плеча. Защита. Дроссели. L-фильтров. Разъем термоэлектрического преобразователя. Стабилизатор тока с регулирующим транзистором. Токоизмерительный шунт. Преобразователь с 9 вольт до 5 вольт. С дик-уровня. Все просто и понятно. Вообще, конечно, микросхема TMP35 как бы создана для компаратора Максим 9646. У одного порога 200 милливольт, у другого 200 милливольт при выходе 20, при температуре 20 градусов Цельсия. Чем я решил воспользоваться. Тем самым только точностью градуировки микросхем будет определяться точность выставления температуры. 20 градусов Цельсия, 19 или 21 это будет. Но для методики измерения это не так важно. Важно, чтобы эта температура поддерживала с точностью не менее 0,5 градуса Цельсия. Еще раз вы видите элементы схемы, которые мы рассматривали. Обратимся к компонентам. TMP35, аналог Девайсис. Как вы видите, преобразователь напряжения, температура в напряжении линейной, точность 1 градус Цельсия, типовое значение для 25 градусов Цельсия, 10 милливольт градусов Цельсия, график А, график А, наша грануировка, типовое значение для G-grade на данной диаграмме. И, как вы видите, большая постоянное времени, которое навевает на мысли о использовании ПИД-регулятора. Но пока мы его не проектируем, потому что сам термостат не спроектирован, не сделан, необходимо его изготовить. МАКС-9646, компаратор со встроенным источником опорного напряжения. Что нам важно из этой таблички? 199 милливольт, префикс EUG, плюс наш вариант, точность источника опорного напряжения плюс-минус 1%, гистерезис 9, плюс-минус 9 милливольт, то есть меньше 1,1 градуса. Некая зависимость иона от напряжения, от температуры, очевидно. Но у нас комнатные условия использования этого устройства. Чертеж термостата. По сути, это муфта, поэтому чертеж так и назван. Вы видите овальный вырез под соек 8. Вот он перед вами. Плоская площадка для установки термоэлектрического охладителя. Внутрь вставляется полостной приемник. Адаптер затвора. Сторона, обращенная к адаптеру. И сторона, обращенная к термостату. Вырез под термодатчик и гибко-жёсткий шлейф. Ну и ещё раз для напоминания. Печатная плата и особенности, на которые стоит обратить внимание при проектировании. Как я уже говорил, раздельные аналоговые земли. Так как мы меряем 200 мВ с точностью, хотя бы там в 0,1 градуса, нам необходимо обеспечить шумы не более 2 мВ. Кельвиновское подключение датчика тока. Всё перед вами. Спасибо вам за внимание. Оставайтесь на нашем канале. До скорых встреч. До свидания.